Главным событием 30 июля на московском ипподроме был розыгрыш Кобыльева Дерби – приза Роксаны. Погода с утра стояла великолепная, и любители бегов имели все основания рассчитывать, что в этом призе будет установлен новый всероссийский рекорд. Но не тут-то было. После первого заезда начался ливень, и дорожка оказалась безнадежно испорченной. Тем не менее, безминутные заезды зрители в этот день увидели. В первом заезде первые два места разыграли между собой американки, принадлежащие Наталье Владимировне Строй. Ольга Исаева выступала на Victory Flowers, а Александр Попов управлял Lyrics of Love. Две недели назад в аналогичной дуэли победила Victory Flowers. На этот раз произошла рокировка. С места до места победила Lyrics of Love, пробежавшая дистанцию ровно за две минуты. Victory Flowers пыталась было на финишной прямой захватить лидера, но неожиданно сбилась, и в итоге так и осталась второй. По ходу третьего заезда в центре внимания зрителей был пермский канцлер, Орловец с большими проблемами, недавно переданный в тренинг Танишином. В первом же выступлении Виталий Константинович решил показать истинные возможности жеребца. Канцлер первым принял старт, казалось, даже впереди старт машины. По дистанции он уверенно возглавлял бег, и в итоге выиграл с большим отрывом, сбросив более трех секунд. Резвость канцлера 2.06 превосходит секунды, в которые был разыгран приз Барса, и это несмотря на дождь и мокрую дорожку. Интересно будет понаблюдать за развитием беговой карьеры этого хребца в новом тренаделении. Очевидным фаворитом приза Роксаны была дербистка Айна ГЧФ под управлением Андрея Вилкина. Ее основной соперницей выглядела Чезана Лок, на которой выступала Юлия Дробышевская. Собственно, эти две кобылы и разыграли между собой первое и второе места в стартовом гите. Как и предполагалось, в борьбе на финишной прямой сильнее оказалась Айнека. Она выиграла с резвостью 1 минута 59,8. На два корпуса отстала Чезана Лок, которую со второго гита сняли. В шестом заезде бежали четырехлетние лошади. По дистанции Мария Хорева, выступавшая на французском «Динамите», недвусмысленно обозначила свои претензии на победу. Однако в результате «Динамит» остался только вторым, уступив отлично финишировавшей Чезаре под управлением Вадима Кулыгина. Пожалуй, самым непредсказуемым в этот день был заезд на приз «Гладкой», в котором соревновались кобылы трех лет. Здесь фаворитом играла Спатой Лок, две недели назад ставшая призером приза гибрида. Однако у нее были серьезные соперницы, в призе гибрида не бежавшая. Со старта вперед помчалась неигранная Фарбера. Первую четверть она преодолела за 28,1 секунды. Этим подарком воспользовался Вениамин Бауэр, выступавший на лучшей трехлетке Раменского ипподрома за крайний люк. Закрайна в начале дистанции удерживалась в спине у лидера, а на противоположной прямой вышла вперед. Падной Лок, как обычно, приняла старт не в первых рядах и к лидерам подошла только ближе к левому повороту. На финишной прямой развернулась нешуточная борьба за победу между закрайный люк и падуя Лок. Вениамин Бауэр смог удержаться на первом месте и выиграть престижный приз, с чем его и поздравляют. Падуя Лок вторая. Метров за 150 до финиша на третьем месте держалась хорошо подготовленная. Именно к этому призу рожденная в хозяйстве Василия Панченко – фаворитка, однако на последних метрах ее обошла знынская немезида, что стало полной неожиданностью для игроков, из-за чего в четверном экспрессе образовался котел. Второй гид приза Роксаны вновь закончился победой Айнеки Че. Дорожка к этому времени немного подсохла, и Айнека даже улучшила секунды первого гида. Ее результат 1.59.4. Очень жаль, что погода не дала возможности обновить всероссийский рекорд. В дальнейшем календаре призов для 4-летних лошадей на дистанцию 1600 метров практически нет, и с большой вероятностью рекорд в этом году побит не будет. В очередной раз хочется сказать о диспропорции календаря. После дерби для ведущих лошадей нет призов на основную для России дистанцию 1600 метров. В итоге у лучших лошадей отсутствует возможность показать их истинную резвость. Устанавливать рекорды до дерби и приза элиты – значит рисковать проиграть главный приз. Пример Танвар-Лок помнят все. А во второй половине сезона, как уже было сказано, призов на один круг попросту нет. В России основная дистанция 1600 метров. И именно на эту дистанцию следует проводить подавляющее количество призов. Эта дистанция наиболее зрелищна для публики. Да и лучшие лошади смогут чаще появляться на дорожке. Как например в Америке, где летом крэхи стартуют чуть ли не каждую неделю. У нас же ведущие лошади пару раз пробегут 3200 метров, а там уже и сезон закончен. В 12-м заезде лошади старшего возраста разыграли приз Соренто. Стартовали три иностранца, занявшие первые три места в призе Павлина. Никаких сюрпризов не случилось. Как и две недели назад победил Фауст Ганновер. Его наездник Андрей Вилкин вновь в частую этаптически переиграл Александра Несяева на Сибири УСФ, занявшего второе место. Да и как тренер. Бригадир 4-го тренотделения оказался на голову выше любимца телевизионных мальчиков и девочек. Поздравляю Андрея Александровича Вилкина и коневладельца Наталью Владимировну строй с очередным дублем. Как уже упоминалось, в призе Гладкой образовался котел в Четверном Экспрессе. В девятой скачке он увеличился. Таким образом, в 13-м заезде игрокам предлагалось побороться за двойной котел в сумме более 120 тысяч рублей. В борьбу включились как рядовые любители тотализатора, так и профессионалы, не расстававшиеся перед этим заездом с мобильным чудом современной техники. Совместными усилиями собрали призовой пул около 350 тысяч рублей. В итоге далеко не самая очевидная комбинация стоила в Четверном Экспрессе около 70 рублей. Выиграл заезд Руслан Киселев на выступавшем под нулем Висбурге Лок. На втором месте Новая Любовь, значительно улучшившая свой рекорд. Она пробежала дистанцию за 2 минуты 1,2 секунды. В последнем заезде бежали выдающиеся по российским меркам лошади старшего возраста, по разным причинам пропустившие приз Соренто. В левом повороте Лариса Танишина, выступавшая на Фром-де-Вауте, обеспечила себе комфортное лидерство. Казалось, что Фром-де-Ваут на этот раз одержит победу. Но у Раиля Габрашидова, впервые управлявшего Ярогановером, были другие планы. Ярогановер на финише ускорился и без видимых усилий вышел на первое место. Он показал резвость 2 минуты ровно. Запас у этого американца, конечно, огромный. Фром-де-Ваут на втором месте. Фром-де-Ваут на втором месте.